Новое общежитие для студентов КФУ. Открытие офиса КФУ в университете Канадзавы. Казанский федеральный университет в рейтинге QS. В КФУ занялись подготовкой проекта новых общежитий. Разговор об этом шел еще в начале месяца, а теперь руководство КФУ приступило к решению этих задач. Об этом наш следующий сюжет. Мысль о необходимости постройки новых общежитий была озвучена ректором Казанского федерального университета Ильшатом Кафуровым еще в начале февраля. На встречу ректоров вузов Республики Татарстан с президентом Стамом Менихановым. Это аргументировалось тем, что в КФУ уже на сегодняшний день обучается свыше 7 тысяч студентов из 98 стран мира. И это еще не считая массы российских и нагородних студентов. Еще два года назад для нас не было большой необходимости дополнительно строить общежитие, поскольку нас все устраивало. Но по итогам 2018 года количество иностранных студентов составило более 7 тысяч человек. И количество увеличилось людей, которые поступают к нам из других регионов Российской Федерации. Ректор уточнил, что аналогичная ситуация имеет место быть и в других вузах Казани. На основе данных об этой проблеме им и была предложена идея межуниверситетского общежития для иностранных студентов. Сегодня каждый из наших университетов одновременно строить общежитие у себя не может. И было бы целесообразно, если бы мы через жилищный фонд республики имели возможность построить жилье где-то на 5-7 тысяч человек, которые бы университеты арендовали у жилищного фонда. Идея состоит в том, чтобы построить здания студенческих общежитий на условиях социальной ипотеки. В этом случае университеты, арендующие эти помещения, сами возьмут на себя ответственность за наполнение их студентами. А как показывает статистика, спрос на общежития в среде иностранных и иногородних студентов год от года продолжает расти вместе с количеством самих студентов. Жилищный фонд построил общежитие, передал университету, и он ничего не теряет. Университет в течение 20 лет по графику платит аренду и может выкупать. То есть правила те же, что касается социальной ипотеки. Особое внимание ректор уделил расположению общежитий относительно зданий университета. Нам необходимо, чтобы эти общежития находились недалеко от кампусов, где мы ведем образовательный процесс. Кроме того, Казанский университет уже приступил к подготовке проекта смертной документации для строительства студенческого общежития в городе Набережные Челны. В Набережных Челнах новых общежитий не строилось. И вы знаете, что в 2013 году, наверное, когда политехнический институт или политехническая академия присоединились к федеральному нашему университету, количество желающих там обучаться иногородних студентов тоже достаточно риск увеличилось. По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, у вуза уже есть участок в городе для строительства общежития на одну тысячу мест. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюз. Делегация Казанского федерального университета сейчас находится в Японии. Важным событием стало открытие офиса КФУ в университете Канадзавы. В городе Канадзава также проходит научный симпозиум по химии «Подготовка лидеров будущего». Подробности в следующем сюжете. 27 и 28 февраля в городе Канадзава в рамках программы сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Университетом Канадзавы проходит научный симпозиум по химии. Он звучит как «Подготовка лидеров будущего» и поддерживается правительством Японии. На симпозиуме студенты КФУ и Университета Канадзавы представят результаты своих исследований на стендовых сессиях. В программу симпозиума также включены пленарные доклады ученых из Химического института имени Бутлера ВКФУ и Университета Канадзавы. Это уже третий подобный совместный симпозиум между университетами-партнерами. Первый был организован в Казанском федеральном университете в сентябре 2018 года. Пред началом симпозиума состоялось открытие офиса КФУ в Университете Канадзавы. Напомним, что 17 сентября 2018 года состоялась церемония открытия нового офиса Университета Канадзавы в Казанском федеральном университете, где присутствовали ректор КФУ Шат Гафуров и вице-президент Университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса Университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года. Нужно отметить, что сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. КФУ вошел в новые предметные области рейтингового агентства КЮЭС и улучшил свои позиции в других. Обо всех подробностях вам расскажет наш корреспондент. Казанский федеральный университет вошел в новые предметные области естественной науки и бизнеса управления рейтингового агентства КОК Ярелли Саймонс. В исследовании оцениваются более 1200 университетов в 78 странах мира. В области естественной науки КФУ занял позицию в категории 451-500. В другой новой для себя дисциплине бизнеса управления занял позицию 401-450. Помимо этого Казанский университет поднялся на 15 пунктов в предметной области социальной науки и управления, заняв 384 место. Положительная динамика наблюдается и по дисциплине химии, где вуз поднялся на 401-450 позицию. В дисциплине математика КФУ сохранил свою позицию в категории 301-350. Также Казанский федеральный университет представлен в предметной области искусства и гуманитарной науки. И дисциплинах лингвистика, современный языкознание, физика и астрономия, экономика и образование. Университеты оцениваются по таким показателям, как академическая репутация, репутацию работодателей, цитируемость и индекс Хирша. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое для проведения двухдневного саммита. Подробнее о событии узнаете из следующего сюжета. В столице Вьетнама 27 февраля начался саммит США и Северной Кореи. Лидеры двух стран встречаются второй раз. Первый саммит прошел в июне 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, констатирующий улучшение отношений между государствами. Сегодня мы видим, что оба лидера, не руководствуясь сложившимися шаблонами, пытаются выстроить новый формат отношений. Предсказать этот формат до конца не представляется возможным, поскольку в любой момент процесс может пойти в обратную сторону. Однако прогнозы экспертов сходятся в близких позициях. Что касается ближайшей встречи, то, скорее всего, все-таки прорывных решений не наступит, потому что все-таки не сложилась достаточно комплексной системы факторов для того, чтобы сейчас Северная Корея заявила о полном отказе от обладания ядерным оружием, о динуклеаризации или об изменении внутри политического строя. Потому что ни разу лидер Северной Кореи не говорил о том, что он готов отказаться от власти или готов, так сказать, уменьшить сложившуюся политическую систему в Северной Корее. А без этого, конечно, Соединенные Штаты тоже воспринимать в Северной Корее не будет, как, так сказать, доверительные какие-то отношения между ними не установят. Валерия Муратова, Универ Ньюс. На базе Елабужского института КФУ с 2009 года активно ведет свою работу штаб студенческих отрядов. Итоги работы и дальнейшие планы были обсуждены ребятами в Елабужском институте Казанского университета. Студенческие отряды представляют собой одно из самых ярких движений Елабужского института КФУ. Бойцы отрядов вуза поделились итогами работы и планами на следующую целину в ходе круглого стола с участием гостей из набережных Челнов и специалистов из молодежного центра БАРС. В завершение встречи, отличившись у студентов, наградили благодарственными письмами директора молодежного центра за большой вклад в развитие движения студенческих отрядов на территории Елабужского муниципального района. Подарком для приглашенных стал праздничный концерт. Каждый из отрядов заявил о себе, познакомив с направлением работы. Бойцы в ходе выступления рассказали о том, что такое целина, почему так интересно быть в российских студенческих отрядах, и доказали главное. Любая работа будет по силам, если рядом такие же заинтересованные и упорные ребята, как ты сам. Я в своих студенческих отрядах получила очень много. Я получила семью, я получила возможность реализовывать себя не просто как профессионал своего дела, как проводник, я получила возможность реализовать себя еще и как руководитель, как руководитель своего отряда, теперь как руководитель направления. И я уверена, что РСО даст мне еще и другие возможности и другие границы для того, чтобы найти себя. Приятным завершением встречи стало вручение благодарственных писем директора Елабужского института КФУ за вклад в восстановление штаба студенческих трудовых отрядов. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Это все новости на сегодня. Не пропускайте выпуски «Универньюз» и смотрите на социальных сетях. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова